Но без травм не обошлось. Катание с горок, всеми любимое зимнее развлечение. В последнее время все больше популярности пользуется так называемая ватрушка или тюбинг. Яркий надувной круг с донышком, на котором катаются все от мала до велика. Только за 8 праздничных дней в городской травмпункт обратились 242 пострадавших. Многие из тех, кто оседлал ватрушку, получили серьезные травмы. Ради чего катаются-то? Ради андреналина. Ради чего? Ради андреналина. Эту трассу на заливе специально никто не готовил. Спуск здесь настолько крутой, что за считанные секунды ватрушка набирает бешеную скорость. Остановить ее может только большой сугроб или фонарный столб. Более того, рядом находится железная изгородь другого аттракциона. Если человек на скорости туда врежется, последствия могут быть весьма плачевными. Стой, не толкай, подожди, я не проеду. Я тебе только заходу, вытащу. Все. Карета скорой помощи за праздники сюда приезжала много раз. Прямо с горки людей уносили на носилках. За неделю палаты детского медицинского центра, отделение ортопедии и травматологии заполнились. Сейчас здесь находятся 17 маленьких пациентов. Ксения Никитина попала сюда 1 января. Мы думали, что все пройдет хорошо, катаемся, порадуемся. А на самом деле мы вот сели, я, мама села, мама дальше подвинулась и я села в серединку. Мы взялись, я была без перчаток, именно когда вот так скатились. Когда мы начали ехать, нас развернуло. И мы поехали задом, а потом мы с сильной скоростью везли в столб. Ну, испугались мы очень сильно. Мы боялись. Мама, у нее сразу рука начала не чувствовать. Мама руку начала не чувствовать. А у меня я вот сразу больно, сразу встала. В больницу семья Ксюша добиралась самостоятельно. Скорую помощь вызвать оказалось непросто. Девочку прооперировали сразу. А вот маме операция назначена только на завтра. За младшей сестрой приглядывает старшая. От мамы, которая находится в ГКБ номер один, не отходит глава семьи. На той же самой горке несколько дней спустя получила перелом четырех позвонков и девятилетняя Ксюша Дворникова. Все случилось тогда, когда все уже собирались домой. Прямо на глазах у ее мамы. Вот так неудачно скатилась, что она съехала с трассы и вот на этой ватрушке врезалась прямо в стоп. Спиной стукнулась, травму получила. Пока нам последний режим приписали. Потом еще какое-то время, месяца три носить корсет. Ольгу Кириллову можно назвать экстремалкой со стажем. С самых высоких горок она катается с детства. В этом году решила пересесть следянок на ватрушку. Признается, не раз видела, как с любимой горки уходили покалеченными и взрослые дети. Но тяга к экстрему оказалась сильнее. Прокат раздают ватрушки. Ну, я купила свою, решила покататься. Сначала с этой же горки каталась, не падала. Думаю, ладно, все, последний раз. Села и улетела прямо на плечо вот на это. И сломала ключицу. Ну, было, да, очень больно. Я сначала сидела там, плакала, что-то встать не могла даже. Что-то люди какие-то даже не подошли, не спросили, хотя народу полно было. Теперь я продам ватрушку и больше не буду кататься. Лучше пойду на каток на коньках. Но врачи предупреждают, катание на коньках тоже может быть опасным, если не соблюдать элементарную технику безопасности. Зимний период считался до недавнего времени периодом затишья, детского травматизма. Но за последние годы, за последние 2-3 года мы видим, что этого затишья не наступает, несмотря на прогнозы. Наше отделение, к сожалению, они не бывают пустыми. Хочется обратить внимание родителей на то, чтобы они более тщательно выбирали время и место для досуга своих детей и остерегались сосулек и дополнительных всевозможных зимних факторов травматизма. Это лед, спуски, горки, ватрушки и все остальное. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Андрей Спиридонов. Республика.